Практическая психология 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 Но мы не про это. Да, а какие вообще есть направления в трансформационных играх? Вот прямо они так выделяются, да? Ну вот если как раз выделить, то условно все трансформационные игры можно разделить вот как раз на психологические игры и игры навыковые. То есть психологические игры в большей степени помогают увидеть стратегию. Причём это могут быть стратегии и свои собственные, какие-то свои поведенческие стратегии, что мы делаем не так в жизни и что нужно поменять, чтобы прийти к желаемому результату. Причём речь идёт про все сферы жизни. Там какие-то личные запросы на женские темы, да? Это могут быть какие-то запросы на самореализацию, запросы на карьерный рост, на что угодно, да? И второе, опять же, такое условное деление, потому что в первом виде игры тоже отрабатываются вот это вот. Это навыковые игры, то есть игры, которые формируют непосредственно навык, достаточно лёгкие, простые, которыми можно овладеть и которые, насколько я знаю, сегодня уже популярны в разных компаниях. То есть тренинги внутри компании проходят в виде отработки различных навыков. Допустим, коммуникативный навык или там навык холодных продаж или что-то ещё. То есть это вот тоже всё игры. Да, или даже, например, такую тему, как конфликтология, да, тоже можно разложить в качестве лекции, когда вам будут рассказывать, как избежать конфликта, как продуктивно войти в конфликт, как из него выйти. А можно это взять и прожить, например, в игре, да, и получить вот те самые ценные навыки, где ты уже себя попробовал, даже, может быть, в весьма необычных ролях, правда? И что интересно, вот такой ещё тренд времени, то есть сейчас многие лекции, ну, то есть скорее даже практические занятия, многие тренинги, они упаковываются в игры. И то есть переводятся в игровой формат, туда добавляется какой-то фан-драйв, вот то, что присуще игре, потому что игра это не... Ну, то есть тренинг, он может быть и серьёзным, а игра, она в любом случае должна содержать какие-то элементы фана, какие-то форс-мажорные ситуации, какие-то игровые моменты. То есть вот за счёт этого она приобретает лёгкость, и за счёт этого она лучше заходит у многих людей и даёт более интересный эффект. Вот сейчас мы с Людой поговорим про детей и про детско-радительские взаимоотношения. Лена, но ещё к вам такой вопрос. Вообще, вот вы уже с опытом работы, как вы считаете, простым людям, далёким от психологии, далёким от коучинга, далёким от каких-то вот таких, да, близких к этим темам, им интересно бывает поиграть, просто прийти и поиграть? И вообще, в какой форме это всё происходит? Это настольные игры или это там... Расскажите. Ну, да, как правило, это настольные игры, но могут быть и не обязательно настольные, могут быть игры и напольные, могут быть игры и в режиме реального времени, когда какая-то ситуация проектируется. Ну, есть и такие виды игры, ситуация проектируется... Здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас собираются люди, и идёт такая ролевая игра, когда люди отрабатывают, может быть, несвойственные какие-то им роли, взаимодействуя из них с другими участниками игры, опять же, отслеживая свои стратегии, получая обратную связь. Вот что касается людей, которые далеки от психологии, то есть, мне кажется, тут вот если провести параллель, да, если у человека что-то заболело, он ведь не думает, близок он к медицине или не близок, он идёт к врачу, и он не анализирует, какими инструментами пользуется врач. То есть, он просто принимает эту помощь врачебную и получает результат. Вот в данном случае так же. То есть, если есть какой-то запрос, то это может быть просто психологическая консультация, это может быть игра, это может быть тренинг, это может быть что-то ещё, но игра... Это может быть просто даже досуговая такая компания, которая собралась, например, и имеет общий запрос какой-либо. Вот да, поэтому тут хочу сказать, что не нужно думать, что игры – это для психологов и тех, кто повёрнут на психологию, и тех, кто близок к психологии. Игры – это... так, минуточку. Это тот самый инструмент, который доступен практически людям любого возраста, да? Любого возраста, и главное, чтобы они понимали, зачем они туда идут, то есть, каким запросом они идут, какой результат они хотят получить. Люда, детки – это такое... такие прекрасные создания, которые, как только родились, научились там ползать, да, даже ещё ползать не научились, но они уже с пальчиками со своими играют. Да. Вот вы как раз часто взаимодействуете с детьми, с подростками, с родителями. Как используете такой инструментарий, как игра, да? Игра. Игра – вообще ведущая деятельность детей, да, и, в принципе, если ребёнок не играет, а сейчас очень много видно... Детей, которые не играют. Да, когда они не играют, и это отражается на развитии ребёнка. И, конечно же, это трагедия в нашей текущей ситуации. Есть возможность наверстать упущенное, конечно, у многих родителей, но не всегда это есть. И мы потом, конечно же, расхлёбываем это. Так-то, по идее, мы играем всегда, да? Если вспомнить наше советское время, сегодня мы как раз уже об этом говорили, мы постоянно играли, разные квесты, да, проводили, дидактические, в частности, игры я разрабатывала или использовала игры других авторов. Они были абсолютно... И поэтому здесь, работая сейчас, на текущий момент, я точно так же очень много использую вот эти игры. И, в частности, моя любимая игра – это «Лепёшка» Юнтера Хорна. Я в неё, как купила 4 года назад, я в неё влюбилась просто навсего, потому что это такая грандиозная игра. Она может вообще использоваться как в работе только с детьми, так и в работе в детско-родительских отношениях, так и со взрослыми. И когда играю только со взрослыми, она даёт грандиозный результат. И люди, садясь за стол, они говорят, я думала, это детская какая-то фигня. Вот именно такое слово, да, детская игра, оказывается, она настолько глубока, она такие слои поднимает внутренние, на которые люди просто навсего не хотят смотреть. И говорить о том, что детские игры или взрослые, я вообще на сегодняшний день сделала вывод, что это вообще глупо. Потому что если взрослому человеку важно что-то менять в своей жизни, и страшно перешагнуть порог вот этого вот, да... Кабинета психотерапевта или психолога, да? Да, и вообще порог внутреннего такого вот барьера, что мне надо что-то менять. Начните с игры, начните с игры с детьми. И даже проводя семинары, я родителям периодически задаю вопрос, вы вообще дома играете с детьми в игры? Вот именно, вот даже в такие как... Досуговые, обычные игры. Они говорят нет. И мы начинаем разбирать, вот, а как можно в какую-то глупую, простую игру поиграть с ребёнком? Как запустить игру в процессе уборки дома, да? В приготовлении каком-то, ещё в каких-то процессах, когда нам просто навсего будет интересно, а детям в первую очередь. Вот, и переходя обратно к лепёшке, хочется прямо об лепёшке поговорить, потому что я сейчас даже стала проводить мастер-классы для родителей и взрослых вообще людей, чтобы все учились этой игре, потому что любая игра, это в первую очередь, мало того, что проведение досуга, это гигант... Выстраивание коммуникации друг друга. Да, выстраивание коммуникации. Это чудесная диагностика. Вообще по игре можно увидеть абсолютно всё. И когда ко мне обращаются, я в первую очередь рекомендую сходить на игру и поиграть, потому что ребёнка в игре и взрослого в игре можно сразу диагностировать по всем показателям абсолютно. И дать обратную связь вообще, что происходит внутри семьи, что происходит вообще с ребёнком, что происходит с родителем, чего ему не хватает, да, или наоборот. Вот какие плюсы есть у ребёнка, что надо прокачивать, на какие таланты там скрыт, которые до сих пор не рассмотрели. Что это обратить внимание, да. И, конечно же, любая игра, в частности, это коррекция поведения. Потому что это как тренировка, Лена сказала, навыков, да, потому что мы проигрываем одну и ту же ситуацию в процессе игры. И ребёнок, придя с определённым набором навыков, выходит совсем другим. Вот в этом и есть трансформация, да? Да. И что интересно ещё, в игре гораздо быстрее можно отследить причинно-следственные связи. То есть если в жизни не всегда понятно, из чего вытекла вот эта проблема, то есть причину приходится искать долго, то когда человек играет, то есть он играет конкретно, проигрывает какие-то ситуации в жизни, он видит, что приводит его к возникновению вот этих проблем. И, как правило, это какие-то схожие действия, которые ему нужно изменить, и проблем не будет, вот конкретно этих проблем возникать не будет. То есть вот человек это сам может отследить. Это делается всё в процессе игры, вот этой настольной. То есть компания села за стол, да, взяли, передвигаем фишки, отвечаем на вопросы, решаем какие-то ситуационные задачи. И это всё в такой экологичной для сознания и психики человека и ребёнка, да, сфере. То есть это в очень такой мягкой форме. Согласны, да? То есть в практике... Ну, не все игры. Вот опять же моя вот лепёшка, не знаю, почему-то я вот это считаю, что она моя, она может привести вот к дисбалансу у человека, потому что она направлена на, в первую очередь, основная цель, это побудить человека, играющего, проявить агрессию. И выпустить, наконец, от этого зверя, да, который у хорошего мальчика или у хорошего мальчика спрятан. Вот даже, кстати, очень ценный момент, потому что человек, ну, как правило, у нас же есть такие некие социальные нормы, что я в обществе не могу себя вести определённым образом, выражать агрессию, там, у кого-то стоит вообще жёсткий запрет на это, подсознательный, да, и когда человек играет, он может вот где-то объяснить и выпустить. Позволить это себе. Да, он может себе позволить проявить какие-то свои негативные. Да, у игры есть определённое правило. И да, и мы с вами, получается, что даже, например, это уже акт агрессии, который произойдёт в игре, да, он же по правилам, по определённым идёт, и то есть это всё равно в экологической форме. Да, заканчивается таким образом ведущего. Под контролем ведущего, да, очень важно вот это. И дети, вот, очень много у меня наблюдений таких, когда дети, которые боятся высказывать, да, своё мнение, выстраивать свои границы, начинают в игре это делать. И когда мы подводим итоги по окончании игры, у некоторых открытие, что вау, я никогда, никогда не мог себя защищать. А здесь я прям позволила себе это. Позволила защищать и отстаивать себя. Да, вот это, кстати, интересно, да, когда человек теоретически понимает, что там условно ему нужно проявлять любовь к себе, ему нужно защищать свои границы. Теория, но он пока не отработает, в игре это гораздо проще отработать, потому что вот, как Надя сказала, да, это гораздо экологичнее, когда ты можешь на игровом поле пробовать любые несвойственные тебе стратегии. Даже те, которые ты внутренне не принимаешь, ты считаешь их плохими, недостойными, там, возможно, слишком смелыми для тебя, да. А вот в игре, пожалуйста, на игровом поле ты попробовал и увидел, что, может быть, это работает-то гораздо лучше. И уже с этим навыком уже можно идти отрабатывать этот навык в жизни. Да, отлично вообще играется, если играет семья. У меня тоже огромный опыт, когда играют семьями. Сразу видно стратегию поведения, как воспитывают ребёнка в семье, какое место ребёнок занимает, какое место родители. Была такая ситуация, даже пример приведу, когда мама с папой и младший ребёнок сели с одной стороны за столом, один ребёнок сел с другой стороны за столом. Вот даже рассадка на игру, она уже показывает, как вообще строится отношение. Что происходит в семейной системе. И очень ценно, поэтому я обязательно даю обратную связь родителям по окончании игры, если ребёнок отдельно играет в группе детей или семьями, или просто взрослые собираются. Задаю такой каверсный вопрос. Вы хотите честную обратную связь получить от меня? И они все готовы получать эту честную обратную связь. Мы же так-то пришли тут поиграть просто с вами. Да, да, да. И это очень важно. Кто готов получить, они начинают работать, задавать вопросы, что делать дальше для того, чтобы перейти на другой уровень. А кому моя честная обратная связь не нравится, они уходят совсем. И я думаю, что в любом случае... А что-то они сами могут заметить во время игры. Да, сами замечают обязательно. Потому что, когда подводим итоги, они всё видят. Хорошо. Мы ещё вернёмся к детским играм, а пока сейчас вопрос для Лены. Лена, у вас ведь тоже есть в арсенале много игр, которые вы действительно любите, проводите их. На фестивале мы с вами встречаемся и видим, как пользуются ваши игры популярностью. Самая любимая ваша игра, которую вы видите? Одна из самых любимых. Вот сейчас недавнее приобретение «Мастерская успеха» – это игра, которая позволяет выстраивать проекты. То есть зайти в игру с какой-то идеей, достаточно, может быть, сырой идеей, и пройдя по всем граням игры, то есть это определённая система, выстраивается вся система проекта. То есть видишь слепые зоны, белые пятна, над чем ещё нужно поработать, может быть, над чем ты совершенно не задумывался. И с игры, ну так, как правило, я вообще люблю вот такие, скажем, коучинговые большие игры, не психологические, то есть не терапевтические, а именно коучинговые, которые позволяют ставить цели и прокладывать путь к этим целям, ну и чтобы эти цели вдохновляли ещё. Вот, и эта игра, она позволяет выстроить своё видение будущего проекта. То есть, как правило, люди приходят либо на совсем таком стартапе, причём проектом может быть не только бизнес-проект, а может быть какой-то и личный проект, вот, не знаю, там, создание семьи. Это тоже проект, да, но мы не будем копаться в причинах, почему её не создали до сих пор, а мы будем именно простраивать, а что нужно сделать, какие шаги над чем поработать, да, чтобы, причём это не я буду директивно говорить, естественно, нет, то есть я просто ведущий фасилитатор, который создаёт этот процесс, модерирует его и даёт потом обратную связь. Человек уже сам себе это всё выстраивает. Вот, и тут ещё Люда такой момент интересный подняла, и я хотела, вот, когда Люда сказала, что играть семьями классно, я хочу сказать, что классно играть коллективами. Потому что, когда вот собирается команда, да, вот у меня такой опыт просто был проведения корпоративных игр, и там просто настолько чётко видно, кто какую роль выполняет в коллективе, кто какой стратегии придерживается, как, насколько человек умеет работать в команде или не умеет, но тут нет такого, что плохо, хорошо, да, а есть то, что, какой функционал лучше передать каждому человеку, чтобы он его выполнял максимально эффективно. И если руководитель, ну, то есть я тоже даю обратно, в конце обратную связь обычно, но, как правило, руководители это всё видят сами, особенно если они хорошие аналитики, всё они получают. Они просто пришли, посмотрели, как это играет. Они играют сами, они тоже играют, потому что это всё равно немного будет напрягать людей, когда руководитель сидит и смотрит со стороны, он играет на равных. Там идёт вообще перестройка ролей в команде, он может, согласно игре, выбрать вообще стратегию подчинённого и посмотреть, а кто там у него проявит инициативу и сможет... Справиться с этой задачей. И это, знаете, вот если руководитель может видеть и анализировать, он получает просто полнейший срез по всем сотрудникам, кому какие стратегии присущи. Да, у меня тоже есть такой опыт, когда руководитель хотел назначить на должность своего заместителя определённого человека, когда он увидел, как она играет. И причём мы играли в обычную вот эту игру, кинтрафорную, но не лепёшку, а тюрьму. В тюрьму, да, потому что она стратегическая, а там все стратегии видны у каждого абсолютно человека. Ну, вот вывод сразу сделан. А вообще ещё, если говорить про игры, то есть они не обязательно настольные, где там фишки, да, вот у меня тоже одна из любимых игр, ну вот из настола, где ходить как раз, это ещё есть игра, делай, вот там прямо люди отслеживают чётко свои стратегии. А почему у меня что-то не получается, где мне нужно усилить действие? А ещё есть очень интересная игра «Создай свой бренд». Ну, бренд сейчас такая уже подзатасканная тема, я бы сказала. Но тем не менее, да, очень хорошая игра действительно. Ну, бренд – это, по сути дела, что это управление впечатлением, тем впечатлением, которые мы производим. И вот эта карточная игра, она позволяет, то есть там раздаются карточки с вопросами, люди отвечают, взаимодействуют, и они выстраивают понимание, какое впечатление они производят на окружающих. Причём всё это происходит достаточно экологично, но они получают вот тот образ себя, который видят окружающие, который их с них считывают. Похожая игра «Я бренд», тоже мы с вами играли, да, потрясающая игра, у меня до сих пор периодически я листаю записи, которые я там делаю в процессе игры. Великолепно, потому что игра вот в такой лёгкой формации помогает тебе, действительно, может, простроить какие-то планы, да, попробовать это всё реализовать. Потом даже после игры, да, потому что практически все думающие и чувствующие люди ведут какие-то записи, какие-то инсайты к ним приходят в процессе игры, да, потом их можно легко и просто реализовывать, и использовать на благо себе. И вот как раз на благо своей собственной жизни, что тоже немаловажно. Хорошо. Люда, вот вы сейчас сказали про игру «Тюрьма», да, тоже она пользуется огромным спросом. Да, она такая популярная очень. «Тюрьма», «Гюнтер Хорн», «Немецкий психотерапевт», «Лепёшка» и «Тюрьма», это игры совершенно разные, но настолько они глубокие, и с ними можно играть, ну, абсолютно в разные стратегии и придумывать новые правила, самое важное, да, которые не будут противоречить. Какие навыки она отрабатывает? Ну, в первую очередь, игра «Тюрьма» — это соперничество, это борьба, это стратегия, выбор действия, как я могу действовать в той или иной ситуации, это проверка себя на то, насколько я готов рисковать, в первую очередь. Вообще глубоченная игра. Дети её обожают, но взрослые сначала в шоке от неё, да, почему? Потому что там видны абсолютно все стратегии убегания, замирания, да, или, например, агрессии, выбора, вот вообще что тут выбрать, и поэтому она открывает очень много для людей вообще, а как я действую по жизни, когда делают выводы, они… А когда тебя загнала жизнь в угол, да, как ты из этого угла собираешься выбраться? Да, да, или когда всё уже, я не знаю, что делать, у меня осталась там одна фишка, да, и получается с этой одной фишкой, с последними силами, с последними ресурсами я побеждаю, да, я начинаю действовать, и что происходит? Потом задаешь вопрос, что с тобой произошло? Я просто разозлилась или разозлился. Или наконец-то поверил в себя, что да, сколько можно быть в роли аутсайдера, да, к примеру. Да, и ресурсы скрытые, да, поднимаются вот здесь вот, очень глубокие, и, ну, с этим можно играть, в принципе, ну, абсолютно, ну, всем. Да, не только детям, но и взрослым, даже и посоветовала. Да, вот ещё такой момент добавлю, да, что есть игры, которые, ну, как правило, могут вести только ведущие с определённым опытом и знаниями, образованием, а есть игры, которые тоже трансформационные, их можно приобрести и играть дома в них. Вот, например, я думаю, что вот уже лепёшку, да, играют, или вот тоже сейчас вспомнилась игра, у меня она есть, но мы в неё играем чаще всего дома, эмоциональный интеллект. То есть игра о том, как выражать разные эмоции, там на карточках 144 эмоции, и как их проживать, и вот это очень интересно играть дома с ребёнком. Вот это вот такая прямо отработка навыков, как он будет выражать агрессию, как он, потому что там половина карточек, это негативные эмоции. То, что у многих стоит под запретом, что как это я могу это выразить, да, это же плохо. Нет, это нормально, потому что мы живые люди, мы можем выражать нормальные эмоции. Любые эмоции, которые мы чувствуем. Да, любые эмоции, нет плохих, хороших, да, просто нужно выражать их как-то экологично. И вот эта игра, она как раз позволяет, а поскольку она достаточно простая, ассоциативная игра, похожая на иммунженариум, популярный у многих, то её можно, вот поэтому классно посещать мероприятия, где можно познакомиться с массой игр, и, возможно, даже куда-то кому-то прийти, да, поиграть, а что-то и себе купить для домашнего семейного пользования. Потому что это весело и интересно, ещё и в процессе там происходит. Мало того, такое мероприятие у нас уже седьмой раз в нашем регионе, и это мероприятие произойдёт 9 февраля. Это межрегиональный фестиваль трансформационных игр, время игры, да, Лена? Кто к нам приезжает? Ну, у нас такой достаточно масштабный уже, то есть мы проводим четвёртый год, вот такого масштаба это четвёртое мероприятие, но если все считать фестивали, которые были за это время, это седьмой. И к нам приезжает Казань, Пермь, Тюмень, даже Тюмень, такие километры, да, Москва, Екатеринбург, вот сейчас всех не вспомню, но вот эти города к нам точно едут, будут ведущие. Будут авторы своих собственных игр. Авторы игр, с которыми можно как раз пообщаться с точки зрения, если вы хотите приобрести игру себе там и вести её как ведущий, либо приобрести игру для домашнего пользования, для семейного. Либо просто познакомиться с людьми, которые способны... Да, окунуться. Да, создавать такой качественный хороший продукт, да, который пользуется популярностью во всех, в общем-то, странах. Да, и если можно, ещё пару слов про фестиваль скажу, да, или нет, что... Давайте мы с вами сейчас ещё немного проговорим про то, каким образом всем ли подходят вообще вот эти настольные, напольные игры, или же есть какие-то противопоказания? Ну, я думаю, что у детей и в детско-родительских отношениях точно нет. Чем больше, тем лучше. И вообще вся наша жизнь игра, да, и надо переводить это вот в это, и брать, и использовать. Ну, я бы... У взрослых тоже. По поводу противопоказаний, вот что бы я сказала, что всё-таки надо смотреть на игру, как она заявлена и кто её проводит. То есть если психотерапевтические игры проводит не терапевт, нужно задуматься, потому что есть игры, которые подходят всем, есть игры, которые могут... Ну, то есть главное же тут принцип «не навреди». Да, и поэтому тоже нужно посмотреть, к кому вы идёте, и что это за игра, и насколько человек потом готов нести ответственность за тот результат. Ну, конечно, ответственность несёт сам клиент, но насколько человек готов вести ответственность за свою компетентность. Вот, и тут мне кажется, что... Тут, скорее всего, вот, наверное, спросить у Надежды самой, как у практикующего психолога с медицинским образованием. Я, опять-таки, считаю, что есть противопоказания, как и везде, да, это психиатрическое состояние человека, да, то есть это вот степень уровня внушаемости тоже такой определённый, да, а в принципе, если вы к этому относитесь всего лишь как к игре, то почему бы не поиграть? Но, тем не менее, да, мы, опять-таки, всегда смотрим, читаем условия, это как, знаете, даже витамины, когда мы с вами пропиваем, да, мы сначала читаем, что это за комплекс, да, и какие есть противопоказания. Поэтому в любые мероприятия, в любые игры, в любые состояния мы с вами входим, да, с чётким пониманием, пойдёт ли мне это на пользу, да. Значит, и ещё давайте мы с вами проговорим, вот вы хотели там про мероприятия, которые... Да, я хотела сказать про вообще, про само мероприятие, что это не просто там пришёл, поиграл в игру, это такое цельное событие, где есть определённая атмосфера, то есть это своего рода игра. Весь фестиваль — это большая игра, где внутри которого вы играете в игры, участвуете в разных активностях, потому что помимо игр у нас каждый год бывают беседы за чайком с чайным мастером, у нас бывает правополушарное рисование, тоже такая хорошая фишка нашего фестиваля, когда буквально там за час вы готовы, даже если вы кисточку в руках не держали, вы можете нарисовать полноценную картину, действуя при определённой методике. У нас бывают энергокартины, у нас бывают мастер-классы, такие тоже, которые направлены на... Ресурсирование, да, раскрытие творческого потенциала. И это вот весь фестиваль, он проходит как одна большая игра, то есть вы покупаете билет уже с того момента... Как купили билет, зашли в игру. Да, как бы приняли решение участвовать в фестивале, так с этого момента вы зашли в игру. То есть получается, что... И потом вы туда входите, и у вас всё, что происходит, оно как-то не случайно. То есть вы сядете именно к тем мастерам, которые вам нужны, хотя лучше я рекомендую заранее посмотреть. Вы попадёте на те активности. У нас там бывает большой нетворкинг, что тоже очень здорово, и вы познакомитесь с нужными людьми. Потому что, ну, я знаю, что многие после фестиваля прям подходят и говорят, это стало поворотной точкой. Я после этого ушёл в другую сферу, познакомился с нужными людьми, завёл новых друзей, вот что-то такое обязательно происходит. То есть даже здесь, да, это игра, которая действительно организует твою жизнь, трансформирует её и выводит на более качественный уровень, да? Правильно я понимаю? Да. Правильно, хорошо. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот эта популярность игр, она ещё останется на волне, или, как и во всей жизни, это будут всё взлёты, падения, и мы с вами увидим ещё то время, когда люди потеряют интерес к этим играм, или же интерес к играм это вечно? Мне кажется, уже нет. Я думаю, что тут такой момент сейчас идёт, что геймификация, она всё больше забирается в разные сферы жизни. То есть люди хотят играть, им, может быть, там, они через игру реализуют, они, может быть, устали от какой-то серьёзности, но и получается, что переводятся разные тренинги в игры, причём не только психологические. Сейчас, допустим, могут юристы какие-то игры организовывать, которые помогают им продвинуть свои юридические знания и донести до потребителей лучшую информацию. Это могут быть какие-то совершенно, какие там у нас ещё есть профессии, то есть вообще любые, в принципе, да, продажи, да. То есть вот эта игра не только набирает волну, если, допустим, мы сейчас обсуждали, когда они появились, да, ну, лет 10-15 назад это был такой достаточно штучный товар, то сейчас игры уже идут повсеместно, вот даже если по фестивалям отследить динамику, что после уже гораздо больше стало ведущих в Кирове в разы просто, и уже начинают свои... И сейчас идёт такой новый тренд, люди хотят создавать свои игры, то есть они хотят уже играть не по чужим правилам, создавать свои игры и, опять же, опираясь на ту узкую нишу, в которой они специалисты, в которой они экспертны. Поэтому, я думаю, что там дальше будет рост. Хорошо. И давайте смотреть ещё в завершение нашей программы, отследим вот какой момент. Когда люди выходят из игры, они уносят своё послевкусие, да, они уносят какие-то вот это уже отработанные навыки, и в то же время они понимают, что, вау, это хороший инструментарий, я бы хотел поиграть вновь и вновь. Вот вы как рекомендуете? Менять ведущих? Или же вот если ты нашёл своего мастера, своего ведущего, то играть только с ним? Я думаю, что нужно попробовать всех, кого хочется, да, вот кому душа потянется. Потому что на сегодня я хочу в этой теме развиваться и получать вот эти качества от этого игропрактика, да, и энергию. Завтра я хочу другое что-то, послезавтра третье. Это же развитие. Зачем останавливаться на одном? Так я вот... То есть, на моём мнении, расширять точно нужно. Не бояться этого делать. И игры менять. Есть такие консерваторы, да, которые говорят, я хочу вот здесь вот. Вот как лепёшку, например, я рекомендую. Как на терапию ходить, на лепёшку. Почему? Потому что в неё чем больше играешь, тем больше навыков ты приобретаешь. Как взрослый человек, так и ребёнок. Вот. И, ну, это не мешает ещё пользоваться другими услугами. Правда ведь? Да. Хорошо. Кушать не только хлеб. Да. Да. Да, 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 да. Мало того, игра – это тот инструментарий, который всегда с вами. Потому что даже отправляясь куда-либо с семьёй или опять-таки в компанию, эту маленькую коробочку, да, с фишками, карточками и игровым полем вы можете взять с собой. И даже если вы не являетесь специалистом... Кстати, у нас профессия игропрактик, да, уже заявлена, и она скоро будет официальной. Она в атласе новых профессий есть. В атласе новых профессий уже даже есть, да. Спасибо большое за информацию. Поэтому используйте этот инструмент для того, чтобы действительно эффективно организовать свою жизнь и жизнь своего коллектива, своей семьи, ну или же своей компании. Почему бы и нет? Сегодня мы говорили про игры как эффективный инструмент для организации жизни. И мне раскрыть эту тему помогали журналист, ведущий игр и организатор фестиваля трансформационных игр «Время игры» Елена Соковнина. Лена, спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. А также Людмила Дабахянс, педагог с огромным стажем работы, игропрактик. Спасибо тоже. И до встречи на фестивале 9 февраля. До встречи. Спасибо. Благодарю. Практическая психология